Никакой другой метод лечения не дает такого эффекта, как дает прием нафталановых хван. Нафталан является натуральным гормоном самой природы. Приходят с костылями, с палочками, и когда они уходят, и еще в следующий раз приходят со слезами благодарности. Это было чистой случайностью, что мы приехали сюда, мы уже направили на работу, и я уже приехала и работала здесь, именно в Ченаре я работала эти пять лет. Силу действия нафталана я увидела тогда. А потом, ну, долгие годы работала в Баку, была врачом, работала. А когда предложили, ну, я подумала и согласилась, потому что, во-первых, вот эта вера в нафталан, во-вторых, те перспективы, которые открываются при лечении нафталаном. Но самое главное, самое главное, то, что вот люди приходят, приходят с костылями, с палочками. И когда они уходят, и еще в следующий раз приходят со слезами благодарности, даже просто со своей улыбкой, что вот, видите, я уже хожу, я уже не хромаю. Мне кажется, что для врача это самый большой подарок, который можно получить в жизни. Нафталан, а других методов, все-таки по силе своего эффекта. Никакой другой метод лечения, значит, ну, кроме химических таблеток, медикаментозное лечение не дает такого эффекта на определенные заболевания, как дает прием нафталановых хван. Ну вот, если еще раз вот так уточнить, да, детальнее, нафталан является натуральным гормоном самой природы. Тот эффект, который дают гормональные препараты, и тот эффект, за который они получили в свое время, из-за открытия гормонов, Нобелевскую премию получили ученые, сила нафталана сравнима. Но она не дает побочных явлений и действует в более длительном, пролонгированном времени. Вы видите, как, во-первых, расположение самого города, это тоже, с одной стороны, вот, нафталан обладает уникальным климатическим фактором, потому что, например, если отсюда отъехать, где-то на 10-15 километров, уже и климат, и температура, и даже воздух сам, он другой. Это отмечают все, которые сюда приезжают. Здесь высокая инсоляция, высокая аэрация, сухой, очень легкий воздух. И тем более здесь давным-давно были посажены вот эти сосны, которые дают, очищают воздух, озонируют воздух. И еще вдобавок лечебные действия самого нафталана, вот, они вкупе, значит, дают очень хороший положительный эффект. И, кроме того, я хочу отметить, вот, нафталан вывозят, в других местах им, да, делают лечение, там, дают процедуры. Как будто вот, тоже я отмечу, потому что это наблюдение самих и врачей, и больных тоже, того эффекта, который они получают здесь, непосредственным около источника месторождения, там этот эффект не наблюдается. А отличительная черта заключается в том, что вонные процедуры, радоновые ванны, грязевые ванны, они действуют. Но я еще раз снова отмечу, долгосрочный эффект дает нафталан. Действие радоновых ванн, грязевых ванн, потом другого грязелечения, азокеритовых ванн, это кратковременно, максимум месяц-полтора. Нафталан дает от шести до года хороший стойкий эффект, ремиссию дает. Ну, у каждой красавицы свой изъян есть, у нафталана тоже есть свои противопоказания, эти противопоказания четко сформулированы, и все врачи вот эти показания всегда учитывают, и показания, и противопоказания. Мы не даем нафталан онкологическим больным, людям, которые тогда острые инфекционные заболевания имеют. Если после травмы, после операции прошло не менее шести месяцев, ну, и есть другие определенные заболевания, при которых нафталан противопоказан. Поэтому, когда человек приезжает к нам, даже если он с санаторной курортной картой приезжает, все равно мы стараемся провести полное обследование. И анализы, и кардиограмму, и УЗИ, и все, значит, врачи, которые у нас работают, они проводят полный осмотр больного. И если выявляются противопоказания, то, разумеется, значит, нафталан уже не рекомендуется. Но здесь тоже есть относительные противопоказания, есть абсолютные. Если абсолютные противопоказания, вообще нафталан на лечении не даем. Но если относительные, тогда мы даем нафталан в виде аппликации. Мы рекомендуем обесмоленный нафталан, который тоже дает прекрасный положительный эффект. Если к нам хочет приехать женщина, тогда мы обязательно спрашиваем про гинекологические заболевания. Не рекомендуется при фибромах, ну, я уже отметила онкологию, отметила мастопатию, мы не рекомендуем. Но если, снова я говорю, относительные противопоказания, относительные противопоказания даем нафталан в виде аппликации. Обязательно нужно проверить щитовидную железу. Мужчинам нужно обязательно проверить предстательную железу. И, конечно, чтобы к нам приезжали не в состоянии, чтобы люди приезжали к нам в состоянии ремиссии. Это самое главное. Потому что если они приедут в остром периоде заболевания, тогда, разумеется, нафталан они уже не смогут получить. И мы будем уже лечить их основное заболевание – острый период. Повторный курс лечения не раньше, чем через 6 месяцев. Если человек приехал к нам в первый раз, и у него, значит, заболевания запущенные, мы рекомендуем приехать через 6 месяцев. Через 6 месяцев он получает лечение, то лечение уже будет более продолжительное. Он может приехать к нам уже через год, через полтора, когда у него снова могут наступить повторные обострения. Но обычно минимальный курс – это 3 приема санаторно-курортного лечения нафталаном. После этого возникает хороший стойкий эффект. Детям до 6 лет не рекомендуется нафталанное лечение. После 6 лет, ну, детям и подросткам мы даем по 5 минут, потому что нафталановые ванны, они очень сильны по своему действию. 5 минут и даем через день. Поэтому, если едут с детьми, если у ребенка какое-то заболевание, которое нужно лечить нафталаном, родители должны рассчитывать минимум на 8 ванн. То есть примерно длительность лечения должна быть 16-18 дней. Если для ребенка это очень важно, да, чтобы он получил минимум 8 курсов нафталанной терапии. Среди детей больше обращаются с ревматизмом. Но в последнее время количество кожных заболеваний увеличилось. С ранним псориазом обращаются дети. С аллергическими дерматитами, с дерматозами. Вот они обращаются. После травмы. После травмы. Да, после травмы приходят. Мы восстановительное лечение проводим. А возрастное ограничение до 70 лет. До 70 лет. Если нет противопоказаний, мы даем. До 70 лет ванны мы даем. Иногда получается так, что к нам приезжает, например, 80 лет. У человека здоровое сердце. Для своего возраста здоровое сердце. Здоровая печень, почки. Поэтому в таких случаях, да, вот индивидуальный подход тоже есть. У нас были такие больные, которые и в 80 лет мы давали в ванны. Но все зависит от самого человека. От состояния его здоровья. Высший предел 70. Но когда бывают такие исключения, мы делаем исключения. И эффект очень хороший тоже мы получаем. Инструктор по лечению и физкультуре есть. Все эти программы, значит, врач поручает. И она вот разработку суставов, разработку позвоночника она проводит. Ну и, разумеется, мы подключаем и нафталан, и электротерапию. Афталан, он сам по себе успокаивает. Очень многие отмечают, что после нафталана, говорит, невыносимо хочется спать. Поэтому, если уже человека клонит в сон, мы ему рекомендуем делать это после, значит, ну, после 4 часов примерно, чтобы он мог пойти заснуть спокойно. Но если уже человек активный и хорошо с утра, в принципе, время такой особой роли не играет. Ну, вот мне тоже запомнилось. Вот приезжал человек, азербайджанец. Очень тяжело ходил, хромал. Он у нас остался 2 недели. На третью неделю он уехал. Ну, свой этот костыль он оставил здесь. И уже доехал до Пакуз воин. Говорит, вы представляете, я без него жить не мог. А сейчас доехал сюда и только сейчас вспомнил, что я там костыль оставил. А другой случай, это уже Рейхана Ханом. Она живет в Якутии. Она сама башкирка. Приехала. Ходила еле-еле. Вот, да, толкала впереди себя вот эту каталку. Ну, человек недовольный, что она в таком состоянии, еще не старый человек. И уезжает. Я говорю, что из-за того, что ваша болезнь запущена, вам нужен более длительный срок. Где-то минимум 2 месяца. Потом вы почувствуете эффект. Уезжала недовольная, крайне недовольная. Вот, я приехала с другого конца света, потратила деньги. Вот, лечение получила. Ну, а эффекта я еще ничего не вижу. Уехала крайне недовольная. Прошло время. Прошло время. Значит, приехала она через 6 месяцев в апреле. Даже не приехала. Она ворвалась ко мне в кабинет. Человек, который ходить не мог. С каталкой. Ворвалась ко мне. Говорит, вы меня узнаете? Я говорю, узнаю. Вы меня извините. Вот, видите, я хожу. Я даже танцую. Я говорю, да. Ну, вы меня тысячу раз извините. Я вот тогда уехала недовольная, а где-то через полтора месяца я почувствовала, что мне стало намного легче. Я передвигаюсь свободно. Без костылей, без каталки. Потом она приехала еще раз. Уже стабильное, хорошее состояние. Он не имеет аналогов. Уникальный. Уникальный. Действительно. И по лечебным свойствам, и по действию на больного. Уникальный. Спасибо большое. Это было очень интересно. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...